Здравствуйте, уважаемые зрители! Продолжаю вас знакомить, что происходит в Украине на сегодняшний час. Киеву идёт колонна войск Российской Федерации длиной в 64 километра. Сейчас я вам на карте покажу. Киев практически уже в окружении. И они хотят максимально бросить все возможные танковые, БТР и БМП, чтобы окружить Киев и взять измором. Потому что наскоком лобовое так и не получилось. Решили как Ленинград фашисты брали измором, так они решили Киев окружить и чтобы он сдался, капитулировал. Вот, видите, на фотографии всё, спутниковые снимки, видите, колонна огромная российской техники. Сейчас я вам покажу ещё. Вот, видите, вот, огромное количество. Понимаете, Путин сейчас в ярости, я вам скажу. Его генералы российские не оправдали доверия. Он их сейчас будет всех снимать после информации, как сказать, увольнять нахрен. Потому что они обещали, что возьмут Киев в течение трёх дней. Уже прошло шестой день идёт. Это позор. Это вся армия опозорилась российская. И Путин в таком гневе сейчас. Он рвёт и мечет в своём бункере там, ребята. Ну и вот как раз информация, да, что Киев идёт колонна. Они бросают всё, что можно, как сказать, в бой. Уже всё, все резервы, как бы сказать, чтобы главное Киев для них взять, да. В Белом доме ждут, что российские военные ведут блокаду Киева. Да, но они правильно решили, что будет блокада Киева. И таким образом будут добиваться капитуляции. Ну, я вам как и говорил. Так, последствия вчерашнего российского удара по воинской части в Актырке. Под завалами до сих пор остаются военные. Евросоюз передаёт Украине 70 самолётов МиГ-29 и Су-25, стоящих на вооружении Болгарии, Словакии и Польши. Сейчас я вам эту информацию точно зачитаю. Вот. Это информация с российского источника. Точно всё проверенное. Три страны НАТО передают Украине 70 самолётов, которые смогут базироваться в Польше. Болгария, Польша, Словакия передают Украине 70 военных самолётов. С таким утверждением выступил во вторник в СВС странице глава военно-морских сил, вооруженных сил Украины. Вот. А НАТОвские самолёты скоро прилетят. Так. 70 самолётов для нашей украинской армии. Наши партнёры передают нам МиГ-29 и Су-25. При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские лётчики будут выполнять боевые задачи. Так. По её данным, Болгария передаёт Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков в Су-25. Польша 27 самолётов МиГ-29, Словакия 12 МиГ-29. Представитель ЕС по иностранным делам, политике, безопасности, Жозе Боррель сообщил, что главы МИД ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму 450 миллионов долларов. Кроме того, Боррель заявил, что ЕС поставит Украине военные самолёты. Понимаете, сейчас уже начинается полномасштабная война. Я вам честно скажу, если сейчас уже войска НАТО будут помогать Украине, уже всё. И самолёты, и уже и ракеты пойдут, и всё, что хочешь, уже пойдёт. Бой, это будет уже война с Россией, Третья мировая война. Путин, он хотел, он хотел бы сказать, создал эту войну, теперь он её получит. Взлетать они не смогут с польских аэродромов, где их уже не доставят российские ракеты. Ну вот как раз спутники зафиксировали движение военной колонны недалеко от Киева. Вот фотографии, вот российские войска идут, как сказать, штурмовать Киев и хотят взять его в кольцо. Это вот на фотографии украинские дети в бомбоуберще. Смотрите, как они здесь спят, вот родители, мамы. И они попали в Хавкан, я скажу, ребята. Как бы надо было детей хоть с матерями оттуда попросить, чтобы их убрали. Потому что сейчас начнётся бомбёжка, обстрел Киева. Киев весь разбомбят градами, я вам говорю. Харьков весь разгромлен сегодня уже. Сейчас уже российские оккупанты идут громить и Киев, да. Ну и вот сейчас российские миротворческие войска кушают пайки, которые стёк срок давности в 15-м году. Вот, видите, на фотографии тут ещё пайки им выдают, которые уже 7 лет назад, их надо было выкинуть в мусорку. Их до сих пор, как сказать, кормят российскими. Российские войска, в общем, кушают пайки, которые всё, протухли. Да, они протухли уже и в 15-м году надо было их всех выкинуть в мусорку. А пускай едят. Путин, да, чё, как раз для своих войск самое лучшее, самое вкусное в 7-летней давности. Россия не смогла в первый день уничтожить систему ПВО Украины и значительно отстала от установленного ей графика и вторжения. Да, график нарушился, сообщает из СНН со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Так, да, в общем, Путин хотел сделать близклик в Украину. Вот карта. Сразу стартовать и за 3 дня всё практически, я думаю, захватить хотели они хотя бы половину. Да, ну, эту западную часть тяжеловато, но, думаю, они решили с двух сторон как бы всё максимально вторгнуться и оккупировать ещё пол Украины. Но всё пошло не так, как бы, всё, застряли они, завязли, моральный дух подавлен. Вообще, российские, называемые миротворцы, в кавычках, не хотят воевать уже, уже охладели, а теперь бросают резервы новобранцев. Главное Киев, у них сейчас главное Киев оккупировать. Ну и Харьков, да, они будут считать, что добились как бы половины победы. В общем, вот такая тактика, как у фашистов, занять главные центральные два города и говорить, всё, мы победили, Киев будет наш, Харьков будет наш, победа за нами. И все будут российские в комментариях люди кричат, да, Путин это наш главнокомандующий, гениальный стратег, он всё, он освобождает Украину от каких-то националистов непонятных. Раньше было, может, да, националистов 1%, это 1 миллион, а сейчас станет 40 миллионов националистов, ребята. Сейчас все граждане России националисты, они с оружием в руках до конца будут бороться с путинской властью, его агрессией. В общем, вот ещё последнее видео, тут отрывок я не буду показывать. Там, в общем, российские военные сегодня в Сумской области бросили свою технику и пешком пошли в сторону границы. Молодцы. Вот, умные люди, я скажу, спасли свои жизни. И жизни неповинных украинских, как сказать, парней, и девчат, и матерей, и детей. И правильно сделали. Вот так и надо было. Всё, взяли, бросили оружие, ушли назад в Россию. Молодцы. Вот это я поддерживаю. Вот это гениальное решение. В общем, вот, ребята, на сегодняшний день такие новости. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.